Страны Европы и США в 1924-1939 годах. Франция, Испания. Франция, как и другие страны Европы, не избежала кризиса в начале 1930-х годов XX века. Особенно нелегким этот кризис оказался для трудящихся мелких предпринимателей. Примерно половина рабочих потеряли свою работу. Разорились 10 тысяч мелких предприятий и 100 тысяч мелких торговцев. В условиях жесточайшего социального противостояния в 1932 году к власти во Франции пришло правительство радикалов и социалистов. Это правительство не собиралось отстаивать интересы крупной буржуазии. По примеру германских промышленных магнатов, французские крупные буржуа стали поддерживать политику правоэкстремистских группировок. Самой крупной из них была организация «Боевые кресты». 6 февраля 1934 года многотысячная толпа участников различных экстремистских организаций прошла по улицам Парижа к месту заседаний парламента. Лишь поздно ночью демонстрантов разогнала полиция. А 12 февраля уже вся Франция была охвачена забастовкой, 4,5 миллиона участников которой требовали обуздать сторонников фашизма. Правительство потеряло контроль над ситуацией и было вынуждено подать в отставку. Беспорядки продолжались. В стране возникла реальная угроза прихода к власти фашистов. В этой обстановке летом 1934 года Коммунистическая и Социалистическая партии заключили пакт о единстве действий против фашизма. Руководитель французских коммунистов Морис Торез обратился ко всем демократическим силам с призывом организовать против фронта реакции и фашизма Народный фронт свободы, мира и труда. Так в 1935 году во Франции возник Народный фронт, куда вошли партии коммунистов, социалистов, радикалов, антифашистские, женские, молодежные и другие организации. События во Франции стали поворотной точкой в международном коммунистическом движении. Теперь и в других странах Европы коммунисты стали объединяться с левыми силами, чтобы сплотить большинство своей нации и стать реальной силой, противостоящей фашизму. На Седьмом Конгрессе Коминтерна в 1935 году был принят курс на создание единого рабочего фронта, социал-демократии и широкого народного фронта против угрозы фашизма и войны. В 1936 году во Франции состоялись выборы. На них победили партии Народного фронта. Правительство возглавил социалист Леон Блюм. Под его руководством начали воплощаться в жизнь основные требования Народного фронта. В стране произошли серьезные общественно значимые перемены. Были запрещены фашистские организации. Национализирован французский банк. Для трудящихся были введены 40-часовая рабочая неделя и отпуска. Повышена заработная плата. Создано Государственное бюро по закупке сельскохозяйственных продуктов, чтобы поддержать отечественных сельхозпроизводителей. Однако последующие правительства отказались от выполнения программы Народного фронта. Для них демократические нововведения были не только ненужными, но и опасными. Ведь с 1938 года во Франции вновь стали править представители буржуазных партий. 30-е годы XX века стали для Испании временем перемен и потрясений. В апреле 1931 года произошло свержение монархии и установление республики. В стране начались мощные демократические перемены. Были даны политические свободы. Введен восьмичасовой рабочий день. Началась аграрная реформа. Крестьянам, имеющим маленькие наделы, добавили земли. Но уже в 1933 году к власти пришло правительство правых партий. В их числе партия фашистского типа, испанская фаланга. Демократические реформы, едва успев начаться, стремительно откатились назад. Но рабочие и крестьяне не хотели мириться с этим. В октябре 1934 года произошло вооруженное восстание рабочих под руководством левых социалистов и анархистов. Оно было жестоко подавлено карательной экспедицией под командованием генерала Франциско Франко. Стало понятно, чтобы представлять собой реальную силу, демократы должны консолидироваться. В январе 1936 года в Испании был создан Народный фронт с участием партий социалистов, коммунистов, буржуазных республиканцев. Таким образом, в результате этого объединения левые силы могли теперь на равных с правыми выступать на политической арене и отстаивать свои требования. В феврале 1936 года Народный фронт победил в парламентских выборах. Это был успех. Новое правительство начало улучшать социальное обеспечение трудящихся, продолжило проведение аграрной реформы. Разумеется, правые не собирались смотреть на это спокойно. «Над всей Испанией безоблачное небо». С этой условленной фразы, переданной по радио, 17 июля 1936 года в стране начался мятеж армии против демократического правительства, переросшей в настоящую гражданскую войну. К концу 1936 года Испания оказалась разделенной на две части. Одну из них контролировало республиканское правительство, другую – мятежники, возглавляемые генералом Франциско Франко. Осенью 1936 года он получил звание генералиссимуса, а затем объявил себя Каудильо – главой государства. На деятельности республиканского правительства, которым руководил социалист Франциско Ларго Кабальера, сказывалось влияние разных политических течений. Наиболее активными были, с одной стороны, анархосиндикалисты, с другой – коммунисты. Первые призывали ко всевозможной национализации, коллективизации и синдикализации на местах. Рабочие, увлеченные этими заманчивыми идеями, захватывали предприятия, устанавливали коллективное самоуправление. Лидеры коммунистов – Хосе Диас, Долорес и Барури и другие, проводя в жизни решений с полкома Коминтерна, выступали за централизацию экономической и политической власти в стране. Благодаря активной деятельности среди трудящихся на фронте и в тылу, коммунисты постепенно усиливали свои позиции. В 1937 году противоречия между отдельными республиканскими течениями переросли в прямые, в том числе вооруженные, столкновения. Это сильно ослабляло силы республики, а они нужны были ей для борьбы против наступавших франкистов. Особенность гражданской войны в Испании состояла в том, что она быстро перестала быть только внутрииспанским конфликтом. В самом начале войны республиканское правительство обратилось за помощью к правительству Франции, а Франко – к Гитлеру. Руководители фашистской Германии откликнулись сразу. Через 10 дней после начала военных действий первые 20 немецких транспортных самолетов прибыли в Испанию. Не остались в стороне и итальянские фашисты. Немецкая и итальянская авиация доставляла франкистам боевую технику, перебрасывала войска, бомбила города, находившиеся под властью республиканцев. На стороне франкистов в войне участвовали немецкий легион Кондор, итальянский экспедиционный корпус и другие части. Положение республиканцев становилось критическим. И с осени 1936 года помощь братскому республиканскому правительству стал оказывать Советский Союз, поставлявший оружие и военную технику. Они оплачивались из золотого запаса Испании. В страну приехали также советские военные специалисты, в их числе известные впоследствии военачальники – Родион Яковлевич Малиновский, Кирилл Афанасьевич Мерецков, Александр Ильич Радимцев и другие. Добровольцы – всего около трех тысяч человек. Уже на начальном этапе войны в обороне Мадрида участвовали интернациональные бригады. Их численность за всю войну составила более 35 тысяч человек. В эти бригады входили люди разных национальностей, убеждений, профессий из 54 стран мира. Объединяло их стремление защитить молодую республику, остановить фашистов. А поскольку на стороне франка воевали немецкие и итальянские части, борьба с ними расценивалась как первая схватка с фашизмом в глобальном масштабе. Ведущие западные державы в это время наблюдали за разгорающейся гражданской войной в Испании со стороны. Правительство Великобритании и Франции заявили, что считают конфликт внутренней борьбой и запретили поставки оружия в Испанию. То же сделали США, сославшись на принятую Конгрессом страны резолюцию о нейтралитете. О том, какая из боровшихся в Испании сторон больше выиграла от этого невмешательства, отчасти свидетельствовали слова признательности в адрес американцев, сказанные франко. Быстрое принятие и применение закона о нейтралитете националисты никогда не забудут. Гражданская война в Испании в 1937-1938 годах шла с переменным успехом. Была затяжной и кровопролитной. Потери на фронтах дополнялись гибелью мирного населения. Многие испанцы стали жертвами террора в обеих частях страны. На республиканской территории расправлялись с политическими противниками анархисты. Они убивали офицеров, представителей имущих классов, священников. Например, только в Барселоне было убито 700 священников, жгли церкви. Франкисты же с самого начала вели тотальную войну против собственного народа. Они уничтожали коммунистов и интеллигентов, рабочих и крестьян. Так, после взятия гранады, они в числе других расстреляли известного поэта Федерико Гарсия Лорку. Его обвинили в том, что он нанес франкистам больше вреда пером, чем иные пистолетам. Особую жестокость проявляли марокканские колониальные части. Очевидец тех событий, французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, в очерке под названием «Испания в крови» писал. «Люди перестали уважать друг друга. Вот вам комитеты, производящие чистку именем лозунгов, которым достаточно два-три раза измениться, чтобы оставить позади себя только мертвецов. Вот вам генерал, во главе своих марокканцев, который со спокойной совестью уничтожает целые толпы. Здесь расстреливают, словно лес вырубают. Гражданская война вовсе не война, это болезнь. И поэтому-то, конечно, война принимает такую страшную форму». С весны 1938 года франкисты стали теснить республиканские силы. Они прорвались к Средиземному морю, разделив на две части территорию республики, и окружили Каталонию. Осенью 1938 года оружие из СССР почти перестало поступать. Силы республиканцев таяли на глазах. В феврале 1939 года франкисты сумели захватить Каталонию. 27 февраля 1939 года британское и французское правительства поспешили официально признать режим Франка. Главным оплотом республиканцев оставался Мадрид. Республика не собиралась складывать оружие, люди были готовы драться за свободу до последней капли крови. Но высшее руководство республиканской армии не было столь решительным, как рядовые бойцы. Испугавшись расправы над ними в случае победы Франка, они начали переговоры с фашистами заранее, а затем пятой колонной выступили на стороне франкистов в тылу своей же армии. Жить республике оставалось считанные дни. В Мадриде начался жестокий террор против республиканцев и сочувствующих им. Все это делалось руками предавших республику своих же военных. Каудилья же желал скорейшего полного разгрома республики. Его войска перешли в наступление и 28 марта вошли в Мадрид. К 1 апреля 1939 года Испания полностью оказалась в руках франкистов. Гражданская война закончилась. В ней погибли с обеих сторон около 1 миллиона человек. Огромная цифра для сравнительно небольшой Испании. Тысячи и тысячи испанцев были вынуждены покинуть свою страну. Несколько тысяч испанских патриотов уехали в Советский Союз. Многие из них обрели там свою вторую родину и остались жить в СССР навсегда. Более полумиллиона человек из тех, кто не решился уехать, были брошены в тюрьмы. Республика перестала существовать. А в Испании почти на 40 лет утвердился авторитарный режим франка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова